Но сейчас время нашего специального расследования. Сегодня речь пойдет о ритуальном бизнесе в Железногорске. О том, на чем предприниматели ухитряются сэкономить немалые деньги, при этом вводят клиентов в заблуждение. Этой темой сегодня занималась Евгения Змановская и ей слово. Меня все еще возмущает, как они могли вообще без разрешения кого-то забрать. Как они это делают, почему это все допускается. Я купился, что у них там написано городское. Я подумал, что это государственное. Не только этот мужчина принял частную организацию в Железногорске за муниципальную, когда оплачивал похороны своей матери. Сами сотрудники городской ритуальной службы ООО «Память» придерживаются такой версии. Скажите, пожалуйста, а вы муниципальная? Мы городская ритуальная служба. Находимся у муниципальной на подряде. В Железногорске нет муниципальной ритуальной службы. О каком подряде идет речь? Это заявление – один из способов заманить клиента. Дальше родственников умершего, похоже, что продолжают вводить в заблуждение. Предлагают весь комплекс ритуальных услуг, в том числе и санитарную подготовку тела к захоронению. Стоит это около 10 тысяч рублей. Люди оплачивают. Вот их копии чека. Например, сосудистая бальзамация стоит 4 тысячи рублей. Санитарная обработка тела – еще 4 тысячи. Однако такие процедуры должны проводиться строго в специализированном помещении. И единственное место, где это могут сделать сотрудники ООО «Память» – это помещение клинической больницы номер 51. Но отсюда обнаженные тела куда-то увозят. Вы открыли свой частный морг, трупохранилище. Где вы будете подготавливать тела? Родственники-то знают, куда вы перевозите тела? Вы с кинооператором походите. Да, но не все же юристом быть, как вы. И тела выгружать в киоск возле ритуального зала. Сотрудники другой ритуальной службы Железногорска, которые и сняли это видео, уверены, ради выгоды их конкуренты рискуют здоровьем живых людей и обманывают своих же клиентов. Людей вводят в заблуждение на самом деле. То есть людям преподносится информация, когда начинают подписание договоров неких между ООО «Память» и клиентом. Им говорят, что это нужно просто перевезти. Мы готовим тело в помещении КБ-51 в морге, то есть в нашем помещении. У вас они действительно это делают? Нет. В нашем помещении мы можем только мы делать. Они людей обманывают, заперевозят тела в таком виде, в каком они есть, и у себя уже в помещении их одевают. Без всякой либо подготовки, никакого бальзамира они там проводить просто не могут. Там нет ни септика, ни воды, ну вообще ничего. Когда столкнулись с такими актами вандализма и правовым беспределом, мы начали сигнализировать во все инстанции. Они не просто людей обманывают, они совершают преступное деяние, которое относится к статье 159. То есть это мошенничество. Но мошенничество и вандализма здесь не усмотрели правоохранительные органы. Во время проверки директор ООО «Память» заверил сотрудников ОБЭП, что все оплаченные процедуры с телом проводят не в больнице, а в своем помещении на Пирогова 5В. Это подтвердил врач и санитары, нанятые по совместительству. И нам по телефону директор ритуальной службы уверенно заявил. Но вы это проводите не в соседнем здании, где морг городской? Почему? В каком соседнем здании? Вот у нас есть здание Пирогова 5В, нашего здания ритуального салона. Да, мы здесь это все проводим. Это помещение за последний месяц обследовали дважды ОБЭП. Один раз клиническая больница, два раза СЭФ. А вы можете нам показать это здание, помещение? Могу, но не хочу. Совершенно другой адрес директор ритуальной службы указал проверяющим из Федерального медико-биологического агентства. Из их акта следует. На Пирогова 5В располагается офис, мастерская по обивке гробов, выставочный зал с продукцией. Санитарная обработка тел не производится, осуществляется в расположенной рядом клинической больнице 51. Там же производится и бальзамация. И где же в итоге проводят санитарную подготовку тела, за которую с родственников берут деньги? Получается, что у директора ООО «Память» для каждого свой вариант. Для клиентов и полицейских это павильон зала прощания на Пирогова 5В. Для проверяющих из Федерального медико-биологического агентства соседнее здание клинической больницы. Но там, как вы помните, работает другая фирма-конкурент. Может быть, этот материал послужит подсказкой для всех проверяющих структур, которые пока не увидели во всем этом никаких нарушений. Евгений Азмановский, Евгений Майчев. Новости ТВК.